Я рада приветствовать всех присутствующих. Расскажу немножко о нашей компании, о продукции, которой мы занимаемся, производим. Компания Биановатик находится в городе Казань. На сегодняшний день это наиболее технологичное производство, которое соответствует всем стандартам качества мировым. Он представляет собой линейку, три линейки ферментеров производства по 3,5 и 15 тысяч литров. А также есть у нас две лиофильные сушилки, которые позволяют делать препараты в сухом виде. Вот лаборатория так выглядит. Три линейки ферментеров, две лиофильные сушилки, и мы поставили асептическую линию розлива, которая абсолютно исключает влияние человеческого фактора на стадии производства препаратов, что гарантирует их чистоту и отсутствие каких-либо нежелательных факторов при производстве. По исследованиям Клефман Групп, в 2019 году компания Биановатик заняла первое место по покрываемым площадям, обрабатываемым в Российской Федерации. На сегодняшний день достаточно широкая линейка биопрепаратов, производимых в нашей компании, имеет сертификаты для использования в органическом земледелии. Это микробиологические удобрения, инсектициды, фунгициды, также регулятор роста и деструктор стерни, он же почечный фунгицид. Первый препарат – это многоцелевой регулятор роста. Биодукс, он выполняет функцию как иммунной стимуляции, так и роста стимуляции. При обработке семян перед посевом мы с вами получаем стимуляцию прорастания семени, развития корневой системы и, соответственно, более ранних и дружных всходов. Если работаем по вегетации, то это стимуляция иммунной системы и повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды, либо же патогенным нагрузкам. Также стимуляция ростовых процессов, развитие корневой системы, развитие листовой пластины, ускорение фотосинтеза, развитие растений в целом, что в итоге приводит к получению большего количества и качества урожая. Чуть-чуть заедает, я так понимаю. А проблема удобрений, она существовала и продолжает существовать всегда. Мало того, что органическое земледелие как раз-таки сталкивается с этой проблемой, здесь уже не внесешь те удобрения, которые в классической работе приняты. Но и то, что вносится по классике, оно вносится очень мало, недостаточно в связи и с ценовой политикой. А то, что у нас существует именно в органическом земледелии, макроэлементы, как мы уже знаем, они уходят в недоступную форму, либо же промываются в недосягаемые слои, плюс различные условия климатические. В этом году много дождей прошло. То есть, опять же, у нас либо идет промыв, либо неусвоение, и даже невозможно произвести те обработки, которые бы хотелось. Также почвенные показатели, они тоже влияют на усвояемость макроэлементов. Здесь нам на помощь приходят микробиологические удобрения. Первый препарат – это органит N, это азосперилум зеобактерия. Живые клетки и метаболиты. Метаболиты обладают особым свойством фиксировать газообразный азот и переводить его в ионы аммония, которые легко усваиваются растением. То есть, этот препарат улучшает нам азотное питание. Плюс данный микроорганизм выделяет гормоны, например, гиберлины, ауксины, плюс ферменты, кислоты, которые стимулируют деление клетки, клеточное дыхание, развитие растения, развитие корневой системы. И один немаловажный фактор – увеличивает свойства корневой системы удерживать влагу в прикорневом слое. Органит P – это микробиологическое удобрение, которое содержит споры бактерии Bacillus megaterium. Этот комплекс позволяет… Бактерия вырабатывает комплекс веществ, которые связывают кальций в соединениях фосфора недоступных и высвобождают фосфат и неон, которые также хорошо усваиваются растением. Они, соответственно, усваивают фосфор, которого у нас предостаточно в почве, но, к сожалению, в неподвижной, неусвояемой форме. Плюс данный микроорганизм связывает и высвобождает ионы калия. Опять же, питая растения необходимым макроэлементам. То есть в совокупности два этих препарата питают азотным фосфором и калием дополнительно растение весь период вегетации. После того, как вы его внесли, заселяются резосферы корня, и весь период вегетации, подобно капельнице, он добавляет, питает растения необходимыми макроэлементами, плюс стимулирует растение. Что касается фунгицидов. Два основные фунгицида – это оргамика С. Это биофунгицид пролонгированного действия. Бацилус аминоликвефациенс – бактерия, которая находится в спорном состоянии в данном препарате. Активно защищает от грибных и бактериальных заболеваний, выделяет ферменты, которые либо стопорят, либо уничтожают возбудителей данных заболеваний. Вегетирующую массу защищает до трех недель корневую систему весь период вегетации. Опять же, от момента внесения она заселяет резосферу корня и живет нам до момента уборки культуры. Это споровый препарат. Повторюсь, ему нужно некоторое время, несколько часов на активацию. В отличие от следующего препарата – псевдобактерин-3. Псевдомонос арефациенс и продукты метаболита, живая клетка содержится в составе, начинают работать мгновенно. После того, как вы вносите ее, она уничтожает патоген сразу же. Плюс обладает ростостимулирующим эффектом, эффектом стимуляции корневой системы, за счет того, что псевдомонос выделяет эндулин-триуксную кислоту. Это стимулятор роста. Данный фунгицид работает как на вегетирующей массе, так и на корневой системе порядка трех недель. Следующий препарат у нас – инсектицид. Биосли БВ – это гриб баверия бессиана. Он вырабатывает баверицин. Это вещество, которое вызывает паралич нервной системы. То есть насекомое перестает после заражения, оно первые часы перестает питаться. Но на растении может находиться 2-3, даже 5 дней, но уже не убегает. Не питается, как я сказала, практически сразу. Не убегает, не защищается, просто доживает. Ну, в зависимости от его иммунного статуса, в зависимости от питательных веществ, которые у него есть. Этот период, оно еще будет жить. Препарат находится в споровом состоянии. Плюс обладает эффектом перезаражения от насекомого к насекомому. И погибший биоматериал также служит источником инфекции и заражения. В совокупности все эти факторы дают нам защиту до 45 дней. В открытом грунте, особенно на чешуи и крылах, эффективность данного препарата до 98%. Не вреден, не опасен ни для млекопитающих, ни для рыбных хозяйств, ни для пчеловодства. Контакт на кишечного действия, поэтому обязательно применять его с прилипателем. Вот так выглядят погибшие насекомые. Но, к сожалению, в полях часто их очень сложно найти, потому что они чернеют, падают на землю. На земле черные насекомые найти уже невозможно. Но если касается это живых гусениц, когда после обработки, через несколько дней, вы можете наблюдать на них уже появление темных точек. Это значит, что гриб начал развиваться внутри. И еще одно преимущество данного препарата, что он активен против любого возраста насекомого, включая и яйцекладку. Патогены, которые обитают в почве, также являются опасностью и, собственно говоря, большой проблемой. С ней мы также боремся, предлагаем препарат оргамика-Ф на основе триходермоспирилума. Триходермоспирилум – это самый активный агрессивный представитель своего вида. Он активно распространяется, заселяет пространство, чем вытесняет патоген, плюс борется с патогеном прямым паразитированием, ну, грубо говоря, поедая его. И еще в процессе своей жизнедеятельности триходермоспирилума участвует в разложении растительных остатков. Это, опять же, упрощает нам обработку почвы и повышает ее плодородие. Данный гриб, соответственно, и активен больше против грибных заболеваний и корневых гнилей в том числе. Для большей эффективности, для простоты использования и, опять же, экономической выгоды, я прошу прощения, прогружается картинка, нашей компании создан ряд пакетных предложений, как для культур отдельно, так и более, скажем, такие стандартные, которые подходят всем. Одна из них – программный пакет «Максимум», который включает в себя два микробиологических удобрения, которые питают растения весь период вегетации основными макроэлементами – азотом, фосфором, калием, плюс фунгицид пролонгированного действия от грибных бактериальных заболеваний «Аргамика-С», которая, опять же, защищает растения весь период вегетации, и рост стимулятора, иммуномодулятор «Биодукс». В совокупности они питают, защищают, стимулируют растения, что приводит к увеличению качества и количества урожая. Расход его одного пакета, одного набора на 10 гектар, он идет 900 рублей за 4 препарата на гектар. То есть полный комплекс по достаточно усвоимой цене, приемлемый. У меня все за приобретением, пожалуйста, к нашему эксклюзивному дистрибьютору, обращайтесь за в «Биагра-Сервис». Спасибо.